Я одолжила подруге ноутбук, потому что у нее отключили электричество. Когда она вернула ноутбук, я увидела, что вся моя библиотека iTunes удалена, за исключением ее любимых групп. Она также изменила фон рабочего стола и по умолчанию поставила браузер Internet Explorer. А как вам отплатили за вашу доброту? Я всегда бережно относился к дискам с видеоиграми. Их качество для меня всегда было очень важно. Один мой друг одолжил у меня несколько игр, которые мне очень нравились. Он попросил их, потому что его диски с этими играми не проигрывались. Ладно, это не важно. Прошла неделя, и я получил игры обратно. Он поменял все мои диски на свои, поцарапанные. Стоит ли говорить, что я вернулся к нему домой и поменял все обратно? Друг попросил одолжить рубашку. Я увидел, как он срывает мои рубашки с вешалок и бросает на пол те, которые ему не понравились. Каждый раз, когда он бросал рубашку на пол, он издавал недовольный звук. Я одолжила близкой подруге 2500 долларов, чтобы она расплатилась с кредиторами, иначе ее бы уволили с работы. Это было три года назад, и с тех пор я не видела ни цента из этих денег. Она обвела меня вокруг пальца. Сказала, что возьмет кредит и все отдаст. Но благодаря фейсбуку я вижу только, как она развлекается и делает татуировки. А я, тем временем, изо всех сил пытаюсь оплатить счета, работаю полный день и по вечерам хожу на учебу. Если вы когда-нибудь одолжите другу деньги, не надейтесь увидеть их обратно. Мой приятель позвонил мне и попросил одолжить машину, потому что его машина была в ремонте. Я не был против, так как у меня была еще одна машина. Он просто ждал, когда придет деталь для его машины. Я решил, что это займет около месяца. Прошло полтора месяца, в течение которых он не брал трубку и накатал на моей машине почти 5000 километров. Это значит, что он ездил на ней не только на работу, но и к своим девушкам, которые живут за городом. И он даже не оплатил замену масла. У него была твоя машина полтора месяца? Ты должен был заявить об угоне. Я уезжал на полгода в командировку и оставил машину на охраняемой стоянке. Приятель позвонил мне и сказал, что у него проблемы с машиной и он хочет взять мою на время. Я не пользовался ею, поэтому согласился. В общем, через 4 месяца я приехал из командировки и попросил вернуть машину. Парень, который первоначально ее одолжил, дал погонять на ней какому-то парню, а тот парень еще одному парню. Когда я наконец нашел свою машину, она была полностью разбита и брошена в сугробе. В итоге я сдал ее в утиль и получил за это 50 долларов. Я купил ее за 2000 долларов и ездил всего около года. Мы с подругой пошли в торговый центр, чтобы я помогла ей найти подарки на Рождество для моего парня и одного из наших друзей. Мы готовились к большому праздничному обмену подарками в нашей компании. У нее было много денег, а у меня только на проезд, потому что я уже купила всем подарки. Когда пришло время уезжать, я поняла, что у меня не хватает 10 центов на автобус. Она отказалась добавить мне 10 центов, потому что не хотела разменивать доллар. Она не дала мне ни 50, ни даже 20 центов, хотя монеты у нее тоже были. Никакие мои уговоры и предложения вернуть ей полный доллар при следующей встрече не могли ее переубедить. В итоге мне пришлось просить 10 центов у незнакомых людей, и к счастью, одна женщина оказалась намного добрее моей подруги и дала мне целый доллар. Я не могу припомнить, чтобы я так злилась на кого-то в своей жизни, как на нее в тот раз. А самое главное, что она так и не подарила мне подарок на Рождество. Как вы можете догадаться, мы больше не подруги. Помните сайт виртуальных питомцев Neopets? Когда мне было 12, я обожала неопетов. Я проводила бесчисленные часы, играя на этом сайте, и очень гордилась собой, так как я смогла накопить более миллиона необаллов. Однажды моя подруга пришла в гости с ночевкой, и я показала ей мой аккаунт Neopets. Она стала расспрашивать, как мне это удалось, и что она может сделать, чтобы накопить столько баллов. Я просто посоветовала ей продолжать играть. Что она сделала? Отправила запрос на восстановление пароля на мою почту, изменила мой пароль, украла мои необаллы и удалила мой аккаунт. Стерва. Помню, я дал другу пароль от учетной записи на Ranscape. Он хотел поиграть с моего аккаунта, и я был не против. Мой персонаж в игре имел полную экипировку из Адаманта. На следующий день мой друг сказал мне, что потерял экипировку в пустошах. Когда я в следующий раз увидел его в игре, на нем был полный комплект экипировки из Адаманта. До сих пор ненавижу этого ублюдка. Я уезжала жить в Азию на год, и мне нужен был кто-то, кто присмотрит за моим домом и кошкой. Моей подруге нужно было где-то остановиться, но она могла арендовать жилье только за 1000 долларов в месяц. Я обычно сдаю дом за 5000 долларов в месяц. В общем, я разрешила ей остаться у меня с несколькими правилами. Никаких собак, домработница должна приходить раз в месяц и так далее. Придя домой, я обнаружила собачью шерсть по всему дому и гребанное собачье дерьмо по всему внутреннему дворику. Мусорные баки переполнены. Она носила всю мою одежду и обувь. Она уничтожила множество моих сумок. Пятна от краски для волос по всей ванной. Я рассказала ей обо всем, а она вела себя так, будто ничего плохого не сделала. Ее ответ был, ты сказала, чтобы я чувствовала себя как дома. Мы больше не друзья. Я заставила ее съехать. Также, когда она уезжала, я заглянула в ее чемодан и нашла тонну моей одежды, которую она пыталась украсть. Когда я была подростком, моя мама встретила одну женщину, когда выгуливала наших собак. Они очень хорошо поладили. Обе любили мопсов и, похоже, имели общие интересы. Моя бедная мама была очень рада, потому что у нее не так много друзей. Моя мама пригласила эту женщину к нам домой, чтобы показать ей других наших питомцев. Я помню, как они смеялись и разговаривали о всякой всячине. В какой-то момент, во время своего визита, эта дама спросила, где находится ванная комната. Выйдя из ванной, она начала оправдываться, что ей срочно нужно куда-то идти. И поблагодарила мою маму за прекрасно проведенное время. Позже, моя мама обнаружила, что из аптечки пропали все ее рецептурные лекарства. У нее были проблемы со здоровьем и мучили сильные боли. Лекарства, которые украла эта женщина, были единственным спасением от боли, пока моя мама поправлялась. Она пережила агонию, потому что этой эгоистичной суке понадобились ее лекарства. Также она украла лекарства от СДВГ моего брата и противотревожные препараты моего отца. Моего друга украли телефон, и я предложил ему взять на время мой старый, потому что я все равно им не пользуюсь. Был январь, и я попросил вернуть телефон до апреля, потому что в апреле приезжал мой друг, и я обещал дать ему телефон попользоваться. Наступил март, и этот парень не отвечает на мои звонки. Я посылаю ему сообщения, а он их игнорирует. И вот в апреле, когда мне понадобился телефон, я прихожу к нему домой, а он съезжает. Я останавливаю его и прошу вернуть мой телефон. Он сказал, что занят переездом, и я не могу забрать телефон прямо сейчас. Я говорю, нет, отдай сейчас. Он отдает. Я забираю телефон, а он полон контактами его наркодилеров и сообщениями от них. Три будильника, чтобы не проспать рейс на следующее утро, разбудили меня в 5.30, 5.45 и 6 часов утра. Оказалось, что он собирался уехать из страны на несколько недель с моим телефоном. Это случилось на первом семестре в медицинском колледже. Этот парень будет доктором. Подруга одолжила мою любимую рубашку. Она так и не вернула ее, поэтому я сама забрала ее из шкафа. Я попыталась надеть рубашку, но не смогла просунуть даже руку. Она ушила ее, как и другие вещи, которые у меня одалживала, чтобы они идеально на ней сидели. Все мои вещи оказались мне малы на 3-4 размера, так как она очень худая, а я довольно пышная. В итоге из-за нее я потеряла одежду на 300 долларов. Когда мне было 6 или 7 лет, я одолжил игру Diddy Kong Racing 64 своему другу. Мы с папой играли несколько месяцев и дошли до финальной гонки. Друг удалил все мои сохраненки. Я плакал очень сильно. После окончания школы я поддерживал контакты с кучей моих одноклассников и школьных друзей. Все их контакты были у меня в телефоне. У меня также был тарифный план, который позволял мне бесплатно звонить после 7 или 8 вечера. Мой сосед по комнате попросил одолжить мой телефон на неделю. Я согласился при условии, что он не сотрет мои номера. Он удалил все до единого, добавил буквально 3 своих номера и заявил, что переписал все мои контакты в блокнот. Я попросил показать этот блокнот, но он не смог его найти. Я взбесился, но все, даже мои собственные родители, сочли меня плохим человеком, потому что он не виноват, ведь он же переписал мои контакты. Никто, похоже, не понимал, что он просто соврал. В наши дни это не было бы такой большой проблемой, потому что легко вернуть все контакты, просто написав об этом сообщение в фейсбуке. Но более 20 лет назад, когда это случилось со мной, я смог вернуть только несколько номеров. Я не мог вернуться в школу, разыскать старых друзей, и мой круг общения сократился до 10% от того, что было раньше. В колледже я был единственным в братстве, у кого был грузовик. Однажды на выходные планировалось большое мероприятие, и была нужна машина, чтобы перевезти кучу бочонков пива. У меня были другие планы, но один из парней убедил меня позволить новичку взять мой грузовик, чтобы перевезти бочонки. С девятью полными кегами в моем грузовике он врезался в препятствие в кампусе на скорости около 90 км в час. Он убил часть подвески. Кроме того, когда он хотел припарковаться, он задел чужую машину и оставил на ней несколько вмятин. Поэтому он решил припарковаться в другом месте, и в итоге врезался в забор, оставив четыре глубокие царапины на боку моей машины. Он ничего мне не сказал. В машине был еще один парень, который в итоге рассказал мне эту историю. Когда я спросил его об этом, он все отрицал. Мне пришлось физически показать ему царапины, прежде чем он признался, что врезался в ограждение. Позже я отвел свой грузовик в мастерскую и узнал о проблемах с подвеской. Он сказал мне, что это не его вина, и отказался возместить ущерб. Он так и не извинился, даже после того, как ему предъявили. Нет нужды говорить, что он так и не попал в братство. После этого я перестал одолживать свой грузовик. Мой друг сказал, что ему не хватает 40 долларов на аренду. Он попросил у меня деньги на три дня до зарплаты. У меня на счету было ровно 42 доллара, но я все равно одолжил ему. После того, как я отдал ему деньги, он спросил, не хочу ли я пойти на концерт. На концерт, где билет стоит 16 долларов. Я сказал ему, что только что отдал ему свои последние 40 долларов. Я не могу пойти ни на какое шоу. Кроме того, я думал, что эти деньги были на арендную плату. Он сказал, что хочет побаловать себя и пойти на концерт вместо этого. Какого хера? Прошло три месяца, а он все еще не вернул мне деньги. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok